Константин Юрьевич Хабенский, российский актер театра и кино, народный артист России, наиболее известен по роли Антона Городецкого в фильмах «Ночной дозор» и «Дневной дозор», а также по фильмам «Механическая сюита», «Богиня», «Как я полюбила», «Статский советник», «Адмирал», «Небесный суд» и «Географ Глобус Пропил». Актер также активно снимается в Голливуде. К наиболее примечательными относятся такие фильмы, как «Особо опасен», «Шпион», «Выйдиван», «Черное море». Биография. Константин Хабенский родился 11 января 1972 года в Ленинграде. В 1981 году вместе с семьей переехал в Нижневартовск, где прожил 4 года. В 1985 году семья вернулась в Ленинград. Окончив 8 классов, Хабенский поступил в техникум авиационного прибора строения и автоматики, но после третьего курса забрал документы, осознав, что техническая специальность не для него. Работал полотером, дворником, уличным музыкантом, монтировщиком в театре студии «Суббота». В 1990 году Хабенский поступил в Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии. За годы учебы сыграл в числе крупных ролей Ломова в «Водевилье», «Шутки А. П. Чехова», несколько ролей в постановке «Время Высоцкого», «Конатоходца», «Матта в дороге», «П. Феллини», «Чебутыкина» в «Трех сестрах». Выпускная работа «Истрагун» в постановке Юбутусова «В ожидании года» в 1994 году сыграл первую небольшую роль в кино. В 1995 году, окончивая спа «Бегати», Константин был принят в экспериментальный театр «Перекресток», где прослужил один год. Одновременно работал на региональном телевидении в качестве ведущего отдела музыкальных и информационных программ. В 1996 году Хабенский перешел в Московский театр «Сатирикон» и М.А.И. Райкина. Здесь молодой актер был занят в основном на вторых ролях. Среди его работ – спектаклей «Трехгрошовая опера» и «Серана де Бержирак». В 1998 году он снялся сразу в трех картинах. В российско-венгерской детективно-фантазмагорической мелодраме Томаша Тата «Наташа» социальной драме Аю Германа «Хрусталев в машину» и мелодраме Дмитрия Мисхеева «Женская собственность». За работу в картине Дмитрия Мисхеева Хабенскому была присуждена премия в номинации «Лучшая мужская роль» на Гатчинском кинофестивале «Литература и кино». Вскоре Константин сыграл небольшую роль в триллере Николая Лебедева «Поклонник». Следующей заметной работой в кино стала главная роль в драме Владимира Фокина «Дом для богатых». Популярность Хабенскому принес сериал «Убойная сила». Телезрители запомнили его как Игоря Плахова. Тем временем продолжалась и его работа в театре. С 1996 года Хабенский выступал на сцене театра имени Ленсовета, где играл за главную роль в спектакле «Каллигула». Среди других работ актера «Дурачок» Карлов Войцики, Габюхнера и «Страгон» в спектакле «В ожидании года» С. Беккета «Валентайн» в «Поживем, увидим» бэ. Шоу «Сегодня Константин Хабенский состоит в труппе МХТИМ». Чехова еще одной заметной работой в кино стала роль Саши Гурьева в фильме «Филиппа Янковского» в движении «Сотрудничество с Ф. Янковским» продолжилась в фильме «Статский советник». Наибольшую популярность Хабенскому принесли фильмы «Ночной дозор» и «Дневной дозор». Персонаж фильма Антон Городецкий стал одной из наиболее известных ролей Хабенского. В 2006 году актер снялся в картине «Час пик» по роману Ежи Ставинский. В последние годы актер много работает в кино. Сыграл Александра Колчака в фильме «Адмирал» и костюм Лукашина «Иронии судьбы». Продолжение. В 2010 году снялся в главной роли в фильме «Выкрутасы» режиссера Ливана Габриадзе. В 2011 году в роли Алексея Турбина в телесериале «Белая гвардия. Общественная деятельность». В 2008 году Константин Хабенский создал благотворительный фонд, который занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. На церемонию своего награждения званием «Народный артист России» в 2012 году Хабенский пришел в Кремль с модельным значком «Дети вне политики». По словам актера, тем самым он хотел привлечь внимание к проблемам детей-сирот в связи с принимавшимся в тот день законом Димы Яковлева, запрещающим их усыновление гражданами США. Во время прямой линии с Владимиром Путиным в 2016 году поднял вопрос о трудностях, с которыми сталкиваются родственники пациентов, находящихся в реанимации палатах интенсивной терапии, а также напомнил об обязательствах государства по обеспечению детей аппаратами искусственной вентиляции легких на дому. С 2010 года Константин начал открывать студии творческого развития по всей России. Студии появились в городах Воронеж, Казань, Санкт-Петербург, Новосибирск, Уфа, Нижний Тагил, Челябинск, Екатеринбург, Пермь. Летом 2012 года в Екатеринбурге прошел общий сбор всех театральных студий при благотворительном фонде Константина Хабенского под названием «Оперение 2012», «Оперение 2013» прошло в Уфе, фестиваль «Оперение 2014» прошел в Казани, «Оперение 2015» прошло в Санкт-Петербурге. Во время президентских выборов 2012 года Константин Хабенский входил в общественный совет Михаила Прохорова, подписывал открытые письма в поддержку Светланы Бахмина и Владимира Никляева. В 2014 году благотворительный фонд Константина Хабенского запустил мюзикл «Поколение Маугли», все роли в котором исполняют дети, которым помогают Александр Киржаков, Диана Обенина и Алексей Кортнев. Спектакль стал творческой лабораторией для детей из разных российских регионов. Благодаря проекту за два года удалось собрать около 14 миллионов рублей на лечение 21 ребенка с онкологическими заболеваниями. В 2016 году за этот проект Константин Хабенский был удостоен премии «Импульс добра» в области социального предпринимательства «Личная жизнь». С 12 января 2000 года состоял в браке с журналисткой одной из радиостанций Санкт-Петербурга Анастасией Смирновой. Анастасия снялась в фильмах «Линии судьбы» 2003, «Убойная сила» 5, 2003, «Сапиенос» 2004, «9 месяцев» 2006. 1 декабря 2008 года после годичного лечения в Лос-Анджелесе Анастасия скончалась от опухоли головного мозга. Похоронена 15 декабря 2008 года на Трейкуровском кладбище Москвы. От брака с Анастасией у Константина есть сын Иван Хабенский. Второй брак летом 2013 года женился на актрисе МХТ Ольге Литвиновой. Дружит долгие годы с однокурсниками по гитмику Михаилом Пореченковым, Михаилом Трухиным и Андреем Зебровым. Семья. Отец Юрий Аронович Хабенский был инженером-гидрологом, потом аудитором умер от рака. Диагноз ему поставили, когда сын начал сниматься в ночном дозоре. Мать Татьяна Геннадьевна Хабенская работала по специальности инженер-гидролог в строительной лаборатории Нижневартовска. Была преподавателем математики. Старшая сестра Наталья Юрьевна Хабенская, певица. В конце 1990-х, в начале 2000-х годов была солисткой Санкт-Петербургского еврейского музыкального ансамбля. В дуэте Маргаритки с Надеждой Чермантиевой предположительно переехала в Германию. Театральные работы. Фильмография. Прочие 2014 вечера науки с Константином Хабенским. Ведущий озвучивание вокал «Если у вас нету тети, проститься», «Дом хрустальный», «Москва-Одесса». Звание и награды. 2006 год. Заслуженный артист России за заслуги в области искусства. 2012 год. Народный артист России за большие заслуги в области искусства. Пародии. Константин Хабенский был два раза спародирован в телепередаче «Большая разница» в роли Антона Городецкого в фильме «Ночной дозор» и в роли Александра Колчака в фильме «Адмирал». Пародии исполнил артист труппы Сергей Бурунов.